Уважаемые товарищи, повестка исчерпана и по нашей старой доброй традиции делегаты с решающим голосом приглашаются для финального выступления. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Шульц Антон, Гаугормедтехника, Москва. Хотел бы отметить, что очень здорово, что такое мероприятие проводится, что организаторы его здорово подготовили, и мы здесь с вами занимались очень важными делами. Какими? Ну, во-первых, решали и обсуждали жизненно важные вопросы рабочих. Не только обсуждали, но и предлагались выверенные с научной точки зрения и с законодательной точки зрения решения в пользу и в интересах рабочего класса. Второй момент, который хотел бы отметить, это то, что пусть количество, да, оно не очень большое на данный момент, в общем-то, отражает то состояние борьбы, в котором рабочий класс на данный момент пребывает. Но хотелось бы отметить, что эти люди все-таки есть, что эти люди, мало того, что они есть, еще имеют опыт какой-то, опытом этим делятся, бесплатно совершенно. Что странно. Что и актуально, и актуально, и, ну, ничего странного здесь нету, просто такой комментарий. Вот. И, соответственно, я хотел, помимо благодарности организаторам и, значит, того, что отметил какие-то вот такие ключевые моменты, хотел бы еще призвать рабочих просыпаться. Люди есть, которые борьбу ведут. Это видно из года в год. Люди приезжают на данный семинар. И я вот призываю рабочих делать то же самое. Обучайтесь, боритесь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В целом, довольно-таки тоже очень рад сегодняшней встрече. Первый раз впервые я хожусь. Очень приятно все заинтересованы в той или иной проблеме, то есть все пытаются что-то решить, тем более совместно. И уже у кого-то есть какой-то свой опыт в ведении той или иной, допустим, борьбы. И очень рад тому, что мы сейчас все вместе помогаем друг другу, непосредственно находясь даже на расстоянии друг от друга. И находясь именно здесь, не два раза в год, а благодаря тем же самым соцсетями и так далее. Вот до переписки письменной. Можно все это сделать. То есть, со своей стороны тоже обещают о последствии. Если возникли какие-то вопросы, обменяемся контактами, возможно, может, и мы поможем чему-либо. То есть, у нас тоже уже имеется какой-то свой опыт борьбы непосредственно за восстановление и борьбы уже с восстановившимся, так сказать, уже устоявшимся нашим, назовем его «желтым профсоюзом». Который уже на данный момент представляет интересы работодателя, нежели наши. Мне все, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал. Как-то я уже, может, и говорил, что такие мероприятия они делают, я считаю, и убежден в этом историю, она меняется всегда, развивается общество. И не просто меняется, развивается как-то, но как всегда его развивает какая-то часть общества где-то. Потом к ним все присоединяются, и рано или поздно все должны будут присоединиться все-таки к этому. И вот Александр Владимирович Золотов тоже здесь уже заметил. Я тоже как-то замечал в этом новостях всегда, что странные вещи какие-то происходят, когда вдруг объявляет там какие-то вещи, поблажки рабочим или еще в целях развития производства и победы там, и свой, и еще что-то, что, о чем у нас уже давно говорилось. Вот, как Александр Владимирович подтвердил этому, я теперь точно убежден, что нас и смотрят и слушают, и не только рабочие, а те, кому там думать неохота, они просто берут, я не знаю почему, берут фонд рабочей академии и, ага, может быть, что им не жалко, хоть чуть-чуть, но выцепляют и притворяют жизнь. Даже без нас, из-за нашей воли. Но воля наша есть, конечно, в этих решениях, сюда приехать нужна воля и так далее, осознать вообще свои интересы коренные и так далее, чтобы сюда приехать. Я осознаю, что ты рабочий, ты должен быть не просто частичкой где-то болтаться сам в себе, а частью целого. Вот именно мы в коллективах, когда в профсоюзах, когда здесь собираемся и так далее. И только вот когда организованный класс такой может что-то изменить, свою жизнь и направить исторический процесс развития в нужную сторону, в свои выгоды, класса своего. И также удивительно, что это опять подтверждение того, что нас смотрят, слушают и даже выполняют иногда какие-то рекомендации. В 2014 году тоже я удивился, что ролик вышел Михаил Васильевич как рекомендации. Это ещё когда только началось СВО, это сразу в 2014 году вышел ролик и рекомендовалось сделать всё то, что было сделано 24 февраля, с началом, то есть год назад, при начале СВО. То есть и присоединение, признание, договор заключён, там, сотрудничество и военную помощь и так далее. То есть это можно было, конечно, прекратить тогда всё и локализовать, не было ни одной жертвы. Ну вот у нас, к сожалению, в Бургазии всё вот так вот любят затянуть, а потом как-то разрубивать. И даже сейчас, я не знаю, одной рукой воюют, другой торгуют как-то странно. И опять же получается всё в руках рабочих просовок. Мы будем объединяться в профсоюзе или ещё что-то у нас будет сложнее заводы разваливать, ломать ещё что-то, если мы будем требовать их развивать. Потому что, ну, люди не требуют, значит, им не надо. И легко очень завод как-то выбить, сломать и так далее, продать. Даже сейчас продаётся, я вот статью читал недавно, а в период, то есть вот такое тяжёлое время, когда на нас там каждые 24 часа говорят, что на нас 50 государств там навалились, у нас разваливаются предприятия оборонные, где автоматические линии по производству снарядов, боеприпасов и так далее. Чисто разваливается потихонечку и продаётся по частям вот какие-то жилистные комплексы или ещё что-то. То есть выгадывается сиюминутная выгода. Но вот, к сожалению, рабочего коллектива и рабочего движения пока недостаточно для того, чтобы там что-то было сделать такое. потребует зарплату, увеличение зарплаты, развитие производства там и так далее, и так далее. А так как нету никакого противодействия, никаких встречных предложений, работодатель делает, что хочет. Ну, короче, лежачих всегда добивают. Я думаю, лежать не надо перед работодателем, надо как-то гордо стоять и требовать чего-то. Ну, а чтобы требовать, желательно мы должны быть все вместе и вот так вот дискутировать и понимать, где можно требовать, стучать колоколом, где нет, где-то подождать, как, в какой форме и так далее. Для этого нужно делегироваться, приезжать на Российский комитет рабочих, обучаться этому и так далее. Ну, как-то вот так. Спасибо. Спасибо. Соловьев Василий Феликсович, город Ленинград. Объединение АО «Красный Октябрь» электрогазосварщик. Ну что, я вот хочу сказать. Конечно, хороший был комитет. Спасибо большое за все, что... Я очень рад, что я сюда приехал. Также приеду еще раз и 5 ноября. Буду здесь всегда решать вопросы. Ну, конечно, только вот одном сожалею, что вот разошлись мы во взглядах по поводу выслуги и лет. Ну, ладно, это я думаю, что вопрос когда-нибудь мы решим. Я вот больше всего разделяю мнение вот с Тимуром, как он говорит. Надо учить рабочих, воспитывать правильно. А если ты не хочешь, так извини, ты нам не подходишь. И просто в дальнейшем то, что я считаю, что мое выступление так или иначе будет в газетах и народ так или иначе, вот в чем-то, если меня поддержат, значит я добьюсь своих успехов. Главное иметь цель и идти к ней. А идущие всегда добьются. Спасибо. Я думаю, сейчас мы уже приближаемся к такому времени, когда вот и в связи с СВО и всей этой ситуацией уже всем становится очевидно, что при текущей тенденциях решить проблему борьбы с американским фашизмом на Украине, ну скорее всего не получится, если что-то не изменится кардинально. Это уже понимают и буржуазию, и уже рабочий класс, который, правильно сказать, спал 30 лет, можно так сказать. Но все начинают задумываться, что же делать дальше. Я думаю, что мы сюда ездили десятилетиями, вырабатывали взвешенные решения по продвижению интересов, по борьбе рабочих за коренные интересы. Возможно, это не всегда находил отклик на предприятиях, с которых мы приезжали. Но мы уже знаем, что нам делать. Мы это отработали, и нам есть что сказать, и есть куда повести с собой наших товарищей. И очевидно, что сейчас они будут более воспринимчивы к нашим идеям и к тем задачам, которые мы для них сформулируем. Немножко криво сказал. Но я думаю, что понятно. И буржуазия здесь, если все сделать грамотно, по науке, в открытую только откровенные враги России могут выступать против инициатив рабочего класса. Я думаю, что это будет для них нежелательно. Всегда так раскрывать прямо в открытую. А сама при этом буржуазия, которая не является врагами России, она не может. У них все-таки конкуренция всегда между собой. Каждый все-таки тянет обьялами себя. Им нужна, можно даже, так сказать, помощь рабочего класса, решить эту ситуацию. Поэтому продолжаем работу. Я уверен, что успех нас ждет всех. И успех не за горами. Все. Спасибо. Алексей Михайлович Чопа, экспериментальный производственный комбинат УРФУ. На Российском комитете уже в шестой раз. И каждый раз я замечаю новые вещи, новые решения приходят. Обсуждаем, когда какие-то вопросы, обсуждаем правки к постановлениям. Рождаются интересные какие-то мысли, которые можно использовать в работе коллектива. Но самое интересное, что я заметил в этот раз, это такое понятие, как инициативные группы, инициативные комитеты. Они звучат практически у каждого рабочего. Что это значит? Что вся наша работа, она построена на инициативе. И на инициативе улучшать положение всего коллектива трудящихся. И личное положение, как часть всего коллектива. То есть люди это начинают понимать и проявляют именно вот это слово инициатива. Мы должны проявлять инициативу. Вся работа профсоюзная, вся работа по улучшению положения рабочих. В том числе по увеличению обороноспособности нашей страны, она построена на инициативе рабочих. Зачастую даже себе в ущерб, мы где-то трудимся, работаем, проявляя инициативу, улучшить положение всего общества. В общем, хотел бы пожелать нам больше проявлять именно инициативу, работать в коллективах, призывать проявлять инициативу. Всем спасибо. Юрий Павел Юрьевич, следственник 4-го разреза Саманская Гресса. Неоднократный уже участник Российского комитета рабочих. И что хочется сказать в этот раз, ну, все здесь говорят про борьбу, о том, что бороться нужно. Есть такая фраза, в борьбе обретешь ты право свое. Я бы хотел ее немножко перефразировать, что в борьбе обретешь ты еще счастье свое. Потому что находясь вместе с людьми, которые борются за лучшее, за развитие, за то, чтобы люди воспряли ото сна, ты становишься счастливым, находясь с этими людьми. Здесь ли, переписываясь ли с ними, в интернете, созваниваясь, чувствуешь очень серьезную поддержку. Поэтому, товарищи рабочие, которые, возможно, в своей жизни не видят просвета, приезжайте сюда, мы вам поможем, как говорится, бороться дальше совместно со всеми. Спасибо. Городимый Максим Владимирович, РКЦ «Прогресс», город Самара. Хотел отметить, что вопросы в этот раз у нас решались очень важные, очень значимые. Решения приняты, очень интересные, которые интересно реализовывать. Решения очень мощные. Поэтому, полное удовлетворение от того, что у нас сейчас произошло. Организация мероприятия, как всегда, на высоте. И видно, что с каждым разом мы работаем все плодотворнее, все более эффективнее. То есть, вопросы решаются быстрее. То есть, первые разы, которые мы приезжали, могли ввязнуть в дискуссиях на очень большое время. И затягивалось периодопринятие решений. Да, сейчас это было быстро, эффективно. И по результатам решений видно, что все это прям отточено до мелочей. Рад, что приехал. Рад всех видеть. Всем спасибо. Привет, Андрей, Ижевский хлебозавод, оператор «Олиния». Хотелось бы обратить внимание на один из таких моментов. Хотел рассказать, что у меня на заводе, об этом говоря, да, но услышал сегодня про спящее сознание некое, там, может быть, конечно, люди говорили это ненасказательно. Но просто вот этот момент, он очень важный для понимания, именно для борьбы рабочих, что нету в людях, да, оно не заложено там какими-то генами, что вот какое-то пролетарское сознание, и вот оно по какой-то там причине, в какой-то момент или еще когда-то неожиданно вдруг само по себе проснется. То есть люди растут в буржуазном обществе, и у них в голове, в массе своей, буржуазное сознание. И поэтому очень важно вот это понимать, что пролетарское сознание туда могут положить только те люди, которые этими знаниями обладают. То есть в том числе те, которые здесь присутствуют. Поэтому когда вы приходите к себе, допустим, на предприятие, или общаетесь в принципе с рабочими, или с людьми причастными к этому, нужно и важно понимать, что в массе своей сознание у людей буржуазное. То есть в том, что они мыслят в буржуазном аспекте, это нормально, потому что мы живем в таком мире, в котором мы живем. И поэтому очень важно понимать, что вы должны до них донести, то есть им разъяснить, объяснить, почему нужно придерживаться науки, почему ленинизм это именно пролетарская наука, то есть пролетарская идеология, это идеология рабочего. И она не возьмется у рабочего просто откуда-то из генов. То есть это то же самое, что, не знаю, думать, что в какой-то момент таблица умножения, раз, и ребенок, он теперь ее знает. Нет, он ее учит, то есть мы постоянно заставляем детей считать, читать, писать. Так же получается и с рабочими, то есть им нужно постоянно напоминать, постоянно их учить. Если вы где-то что-то увидели, услышали, то есть, как Максим сказал, даже вот я вот постановление, когда буду людям показывать, вот есть пункты прямо вот смотрите. То есть это выстраданное нашими предками, да, то есть это не берется так, что вот мы посидели и вроде как бы давайте поднимем себе заработную плату. Нет, это все идет из нашей жизни. То есть это идет из той науки, которую мы изучаем, из тех книжек, которые мы читаем, из тех видео, которые для нас записывают знающие люди, да, которые пытаются донести до нас эту науку. То есть важно понимать, что как бы нет никакого волшебства. Это упорный, тяжелый труд, ежедневный. Они молодцы те, которые находятся здесь, что они, невзирая на невзгоды, на тяжесть, да, все равно продолжают вести вот эту борьбу, то есть доносить до рабочих. И поэтому призываю, да, что давайте, дело правое, победа будет за нами, поэтому не сдаемся, товарищи, каждый раз с большей уверенностью, двигаемся вперед, потому что уже даже заметно по общению с людьми, да, что, как говорится, меньше нытья, больше дела. Люди уже как бы переходят именно осознанно к пониманию вообще, что они делают, зачем они делают и куда двигаются. И, соответственно, когда человек уверен в той идее, за которую он выступает, он и заряжает тех, кто рядом с ним находится. Ну, поэтому давайте, товарищи, вперед. Тимошин Олег Юрьевич, Петрозаводск, ПСК-строитель. Мне бы хотелось выразить благодарность организаторам, прежде всего, выводу Александру Владимировичу. Все было на высоте, все было достойно. Значит, тезисно скажу, Ну, осознание, значит, всех рабочих, что они есть единый организм, очень, по-моему, важно и ценно. Сила рабочих в объединении и обучении рабочему движению. Хочу выразить уверенность, что те, кто увидит мое это обращение в интернете, выразят желание о вступлении в рабочую партию России, и я думаю, что они не прогадают и не потеряют время зря. Ну, и очень доволен приездом сюда, на РКР. Всех был увидеть рад своих товарищей, коллег по борьбе. Все, спасибо. Меня зовут Боровов Павел, я из Самары, РКЦ «Прогресс». Хочу выразить благодарность всему составу за то, что движете наше молодое поколение в правильном направлении и влезете на нас непосредственно опорой. Здесь звучит очень много интересных и главных мыслей, которые даже людей, которые не особо разбираются, я имею в виду себя в этих делах, заставляют задуматься и начать в этом разбираться. Спасибо. Единев Владимир, Самарар, РКЦ «Прогресс». Хотелось бы всех поблагодарить. Получил очень большой объем информации, которую постараюсь донести до своих коллег по цеху и в дальнейшем по заводу, чтобы привлечь еще больше людей к нашей борьбе. Ну и от съезда получил также моральное удовлетворение и очень много ответов на вопросы, которые оставались загадкой для меня до момента, когда я попал сюда. Ну и все. Спасибо. Все, друзья, Тимур. Незонометрические сети, город Оркутск. Тут и так все заряженные, поэтому хвалить или осуждать вас – дело бестолковое. Я хочу обратиться к людям, которые сейчас здесь не присутствуют. Кто нас будет читать, смотреть. То есть если кто-то решил отсидеться, то посмотрите, что у вас на производствах. То есть вы там пытаетесь отсидеться и посмотрите, что руководство не способно руководить. Именно это толкает нас к тому, что мы должны организоваться. Мы должны начать руководить своим предприятием сами. Вы отсиживаетесь там, предприятия ломаются. Нужно действовать, нужно организовываться, нужно сюда приезжать, налаживать свои предприятия, чтобы они работали, чтобы у вас была работа, чтобы у ваших детей потом тоже была работа. Как-то так. Отсидеться не получится. Спасибо. Давно езжу. И рад новых лиц приветствовать, молодых. Ну, в это время такое сейчас непростое для нашей страны, для России, для рабочих, для рабочего класса, как, в общем-то, главные движущие силы общества. Ну, а то, что сейчас рабочие в таком подавленном состоянии, да, и как раз это и говорит о том, что вот страна в таком же состоянии, экономика, вот, и главная производительная сила, вот. Вот, надо как-то подниматься, вот, подниматься, и вот комитет наш как раз этому способствует, чтобы рабочие себя начинали себя уважать, начинали бороться за свои интересы. И в этой борьбе, когда чувствуешь, вот, плечо товарища, вот, как раз и рождается, вот, новая, новая сила, новая, вот, в борьбе в этой, так что, ну, другого пути нету, вот, и другой силы нету в России, которая бы смогла изменить ситуацию, переломить, вот. Ну, вот, а как объединяться, ну, вот, многие говорят, что об объединении, да, часто слышишь, там, или по телевизору, что надо, вот, объединяться, а как объединяться, ну, где, в ЖЭКе, что ли, там, или, ну, с соседями по площадке. Ну, вот, самое, самое эффективное, это рабочий класс, когда объединяется, борется за свои интересы, уже все собраны на своем предприятии, только, осталось только, вот, определиться, целями, задачами, начать, начать действовать, вот, и, как, вот, рабочий комитет наш, российский комитет рабочих, вот, в этом очень помогает, вот, ну, и уверен, что со временем ждет нас победа, вот, всем желаю, вот, в этой борьбе удачи, спасибо. Меня зовут Егорчик Михайлов, Антон Егор, Хриб, слезай, ну, я себя могу добавить то, что уже несколько раз посещал российский комитет рабочих, и каждый раз уезжаешь с какими-то новыми знаниями, и хотелось обратиться к рабочим, вообще, кто будет нас читать в газетах выступления, смотреть по видео, приезжайте, будете также учиться, узнавать что-то новое в борьбе за свои интересы. Ну, все, как рабочий вопрос. Андрей Владимирович Бабин, я пока Ларфу, город Свердловск, на российском комитете рабочих первый раз, вот, честно признаюсь, не пожалел, что я сюда приехал, рад, что вокруг меня сознательные рабочие, в первую очередь, которые видят вектор направления, положение, нас сами же, на производстве. Что бы хотел порекомендовать рабочие, даже потребовало бы с них, обязательно сюда приезжайте, вот здесь у вас есть вопросы, здесь найдете ответы, в целом изучайте эту тему. Также хотел бы присоединиться к вышесказанным уже словам за прекрасную организацию этого процесса. Всем спасибо, рад с вами быть в одном с твоим. Уважаемые товарищи, подходит к завершению очередное заседание Фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России, Российский комитет рабочих. В первую очередь, хотел бы выразить благодарность именно делегатам, которые приехали и устроили всю эту работу, которые живо обсуждали ту повестку. Очередной раз мы убеждаемся в том, что действительно вектор нашего пути, направление нашего пути правильное. Те вопросы, которые подбираются для повестки Российского комитета рабочих, они живые, насущные. Действительно подтверждает то, что, очередной раз подтверждает то, что проблемы наши, с которыми сталкиваемся мы рабочие, в разных отраслях экономики, на разных предприятиях, а проблемы-то у нас одни и те же, и только сплотившись и организовавшись в один мощный фронт, мы эти проблемы решаем, мы меняем жизнь, мы меняем историю. Тем, кто еще не доезжает до нас, я рекомендую все-таки действительно сюда приехать, познакомиться с этими людьми, разобраться в тех ситуациях, в которых, может быть, в одиночку разобраться не удается. У нас колоссальный теоретический опыт, у нас такие старшие товарищи, которые как бы не дадут тебе свернуть в ненужную сторону, то есть идем мы проверенной, проторенной дорогой, да. Прошли года, когда все завоевания октября были растеряны, но мы видим, во что это вылилось, куда делась та мощная страна, что с ней стало, и видим, что на сегодняшний день немного, точнее, немало желающих развалить тот потенциал, который был создан еще нашими отцами и дедами. За нами будущее страны, мы, именно производители тех материальных благ, которыми пользуются все остальные наши граждане. То есть мы действительно можем себя по праву считать хозяевами жизни, мы рабочий класс, и рабочий класс жив, победа за нами, товарищи. Спасибо. Ну, на этой ноте закрываем заседание российского комитета рабочих и предлагается исполнить гимн нашей организации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!